Что со здоровьем Томка Йодловца и Михаила Паздана? Что бы они могли разобрать? В состоянии команды, что с Томким Йодловцем и Михаилом Паздан смогут они играть, а завтра не будет? Может ли ты играть или нет, сегодня посмотрю. Томек на 100% не будет мучать, потому что он все время тренирует. Михаила Паздана. Мне кажется, что все с ним в порядке, нет ничего серьезного. У нас Левчук, четыре желтые карточки, он пропускает эту игру. А все остальные, Сагановский, вот несколько дней пропустил. Ну есть, уже сезон чуть-чуть подходит к концу. Где-то у кого-то чуть-чуть, это рабочие моменты. Ну, понятно, что это работа целый час. Кончится сезон поволюдку. Са дробные делегливости. Марк Сагановский несколько дней не треновал с нами. Так же тоже Игорь Левчук ма четыре желтые карточки. В связи с этим не есть на нашей диспозиции. И то tyle. Прогнал С espироли написал, что или Ивису Вордолиаку надо окончать карьеру, или будет инвалидом вообще. Ну я не знаю кто что пишет, он восстанавливается, он недавно мы его отправили в Рим, чтобы его посмотрели, чтобы оказали какие-то консультации, а все остальное я не знаю, не хотелось бы конечно, потому что это хороший игрок, много пользы Легии принесил и хотелось бы, чтобы он продолжал играть. Какие настроения в команде и настроения в команде, настроение рабочее, чемпионат продолжается или начинается, я честно говоря не могу никак понять до сих пор. Если наша Лига закончится или начинается, то какое может быть настроение, но только такое, какое должно быть, мы должны это выиграть. Ну честно говоря, стараемся на таблицу не смотреть, но посмотреть. Каждая игра это три очка. Понятно, что сегодня у нас больше очков, но вы же понимаете, что все на зря в на зря и нам надо свою игру показывать. У нас сложный матч с рухом и мы идем от игры к игре. Ну так на правде каждый матч есть варт 3 пункты, но это действительно здесь очень близко. Мамы kolejный матч с рухом, который на pewno не будет матчем латвым. Мамы его выиграть и т.л. Чего мы боимся насчет рух? Ну я не знаю, слово боимся как-то. Мы уважаем рух, потому что они в первой восьмерке, у них есть свои сильные стороны, они играют дома. Ну надо их разобрать. Сегодня будет вечером теория, мы их посмотрим еще лишний раз. А так мы никогда никого не боимся, мы всех уважаем. Слово боимся, это не может быть наиболее основным. Я бы им ушел слова шцунок. На pewno шануем каждого противника, а также руха Хоржов. Конечно, мы смотрим. Так же сегодня будет анализа мяча мяча в рухах Хоржов. Будем смотреть это так, как всегда. Ну, мы увидим. Чего из этих трех выездов группы мистерской, этот до Хоржова, хотя бы смотря на табелы, не яви себя как-то наиболее? Кажется, что это будет самая легкая игра из этих трех, которые у нас есть не дома. Ну, вы специально это спрашиваете или вы так серьезно думаете? Ну, как может быть легкая игра? Вот объясни мне. Это вот говорит о том, что он никогда спортсменом не был. То, что никогда не бывает легких игр. Так, есть еще вопросы? А, а Николич у нас кто? А он вратарь, что ли? Главное, чтобы у него голова работала и ноги быстрые были. А за руки у нас Маларж отвечает. Дякую. 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 Дякую.